Приветствую вас. Смотрите, вы пишите, уже два года замужем. Живём со свекровью и разведённой заловкой, у кого двое детей, мальчик и девочка, у которых родилась и наша дочь. Смене отношений на нуле. Без стилы. А из-за чего смене отношений на нуле? Вот тревожный сигнал это то, что вы используете население мы. То есть вы вот именно говорите мы, 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 мы живём там, мы, там, что-то ещё и так далее, мы, говорите вы. То есть не я решил жить, смотрим, да, не я решил жить, смотрим, не я решил жить там с свекровью, с разведённой заловкой, не я решил, а мы, мы живём. Я живу вместе с Мочем и, вот, всеми остальными. А мы живём. То есть нас здесь как будто и нет. Ну это, наверное, первое. То есть отсутствие разделения, отсутствие личных границ между вами и всеми остальными очень сильно сказывается. Второе. Ну понятно, что есть проблемы. Между, ну, между вами вашему мужу. Ну вот скорее, вот такая, вот такая, знаете, отдельная история немного. То есть, в смысле, отдельная история, что её нужно отдельно разбирать. По этой истории. Ну что, отношения ваши с мужем, они, ну, условно говоря, складывались постепенно. Да? То есть они складывались из каких-то событий, из каких-то действий, из каких-то ваших, ну, ваших эпизодов совместного опыта. Понимаете? Понимаете? В чём, вот, в чём суть, как бы. И это вами практически полностью игнорируется, к сожалению. А быть такого не должно. То есть, вот. Ну то есть, вот, что значит отношение на нуле? Да? То есть, что такое отношение на нуле? Как, как, как вообще вы это понимаете? Да? Вот, что, что для вас это значит? Как так получилось, что у вас отношение на нуле? Ну то есть, это такая достаточно важная история. То есть, она состоится по большому счёту даже не из чего-то конкретного. То есть, отношение на нуле. То есть, отношение на нуле, это некое такое, давайте скажем прямо, да? Это некое обобщение. А вы-то где в этом? Вот именно ваше отношение, допустим. К тому же мужу, оно из чего складывается? Именно ваше отношение. Вот это такой момент, на который нужно, нужно обратить внимание. Потому что из этого вырастает всё остальное. Вот. Из этого вырастает вот это вот отношение, о котором вы говорите. Вот. И, собственно, на своё отношение в первую очередь нужно обратить внимание на своё. Не на отношение, там, общее какое-то, а именно на отношение мужу. Вот. Дальше. Вы, значит, говорите, что, ну вот, вы задаёте вопрос. Обратно говоря. Обратно говоря, вы задаёте вопрос. Что мне делать? Ну, я вам смогу задать такой, несколько встречный вопрос. Да? cioè, что делать, то есть, что делать, чтобы что? Ну, какая цель ? Ну, вас... Вот, именно, цель какую вы, как вы преследуете ? Вот. Вот и все. Вам необходимо сформулировать для себя цель, и все тогда будет в принципе более-менее понятно, более-менее ясно, и можно будет уже по этой цели непосредственно работать. Вот. С вами. А пока что не очень понятно, чего вы хотите. В принципе, чего вы хотите. В принципе, что вам ноль. Наладить отношения в семье, это одно. Разобраться в себе же, это немножко другое. Вот. То есть, помочь вам расстаться, выйти из этих деструктивных отношений, где нет лишней границы и обязанности перед матерью и сестрой имеются и ставятся выше, чем обязательства перед своей собственной семьей. Что-то в этом тоже поможет. Но нужно, чтобы был вопрос. Понимаете? Ну, это всё. Я надеюсь, что помог вам. Что-то сможем объединять. Как вы сошлись, как стали, как начали быть место. Вот. Это очень важная история для психолога. Это хороший материал для анализа. Вот. Так что вы можете его подготовить. Вот. И уже с этим материалом приходить на консультацию и начинать терапию. Вот. Ну, в зависимости от того, да, что вам нужно. В зависимости от того, чего вы хотите, что вас интересует. В зависимости от того, какой вас будет запрос. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Вы можете почитать про драматический треугольник или треугольник Карпмана. Я думаю, что первое, с чего нужно начать, вы сейчас находитесь именно в нём. Вот. Вы жертва. И вам нужно, наверное, в первую очередь выходить из этого состояния жертва. Как будем принять личную ответственность за то, что происходит? Вот. Вот. Если не ради себя, то хотя бы ради своего ребёнка, который сейчас нарисовал. И который живёт вот в этой вот не совсем такой здоровой, условно говоря, атмосфере. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится с вами в лучшем образом.